Рабочий график президента на этой неделе был более чем насыщен. Презентация инвестиционных проектов отечественных банков, переговоры с представителями Афганистана и Пакистана, встреча с руководителями политических партий, визит в Ферганскую область. Каждая из этих новостей обсуждалась в СМИ детально. Но что осталось за кадром и требует дополнительных акцентов? Расскажем в нашей программе «Особый ракурс». В этом выпуске мы решили нарушить хронологию событий и с учетом актуальности начать его с мероприятия завершившего неделю – рабочей поездки президента в Ферганскую область. Аэропорт Ферганы встречает главный борт страны не первый раз. Однако, несмотря на это, все его службы приведены в режим максимальной готовности. Рядом с президента – аккуратно выстроенным в ряд шеренга трапов. Серия хлопков до прибытия борта не вызывает ни у кого ни паники или подозрений. Это работает акустическая система отпугивания птиц для расчищения взлетно-посадочной полосы. Борт президента приземлился в аэропорту в Ферганы ровно в 10.30 по местному времени. Рабочая поездка главы государства в Ферганскую область продлится два дня. За это время ему представят инфраструктурные, социальные, промышленные и сельскохозяйственные проекты и объекты. Помимо этого, ожидается визит главы государства в новый центр ремесленничества, открытый в Рештанском районе. У трапа президента встречают глава его администрации и пока еще и Охакима области. Традиционного ознакомления с маршрутом до начала визита не произошло. Президент сразу же предложил всем занять место в кортеже. Направление — Алторыкский район. Вдоль всего пути следования аккуратные сады и ухоженные поля — это неподготовленная картинка к визиту президента. А действительность — Фергане из-за плотности населения и недостаточности сельхозугодий пользуется землей максимально эффективно. Пример тому — первая в стране молодежная виноградарская кооперация. Здесь президента встречает Хаким района. Хусайни, дамский пальчик, гризоматата, виноград — это визитная карточка алторыка. Выращивать его не локально в домохозяйствах, а в промышленных масштабах раньше возможности не было. Приоритет распределения земель был у хлопка и пшеницы, даже несмотря на низкий урожай и доход. Реформа сельхозотрасли позволила привести все в логический порядок. Теперь на этих шести гектарах ряды виноградников, а между ними под пленочными теплицами помидоры, огурцы, зелень и перец. Превратить поле в сад удалось вот этим ребятам. Одного из них президент узнал сразу. Мы рядом в шести гектарах, где два года работали. Это в течение года. Мы только отец взят. Один человек был готов. В 3,000 метра прохожий. Президент прибыл в Фергану не просто для общения с молодежью. По его поручению правительством разработана программа по выделению 200 тысячам молодым людям земельных угодий. Прецедента такого масштаба еще не было. Распределение земельных участков будет происходить в разрезе каждого района с учетом потребностей и посева подходящих сельхозкультур. Президент прибыл. Ударь. 50 миллионов долларов, но в Кошель Челлинике. В Кошель Челлинике. Да, это Кошель Челлинике. В суды и лично есть еще один дом. Я считаю, что мы есть дешевле. Узу мекан, в Вагкала. У нас есть 2-3 года. У нас есть 2,0. Отдельно президент останавливается и на необходимости каждого руководителя работать с учетом анализа ситуации в Махаллях. Говоря об этом, он достает из внутреннего кармана пиджака листок, сложенный вдвое. Махалля, Мавкорал, Зилал, Гайраб, Шар, Ганаби, Кызылтепп. Я по-настоящему, там, Кучкарат, Мамад, Кулуп, etc. Я по-настоящему участвую в 192 махаллях. Я учусь, вам, и отмечаю. Неожиданным гостем, прибывшим на встречу к президенту, стала Лола Муратова, герой Узбекистана. Пришла она не с пустыми руками, а с тремя большими патырами. Я спрашиваю, в каждой часе вы шокус, вы шётестные, вы, вы, насти... yen вы пояс, ви, наступные расчеты, вы, наступные, для нас желаемые, храма и бисы. Я вамя волна за всем, чтобы молиться. Благодарим Бог Двора! Рахмандр Базар! У 2021 года в городе поступает, какая-то farkительность ими, основная и жизненная. Показав пример хорошей физической подготовки, глава государства энергично поднялся по лестнице и направился к кортежу Остальным пассажирам, чтобы успеть за ним, приходится быть не менее спортивными Сердцем к Богу, руки в труде. Этого учения великого Накшбанди всегда строго придерживались наши ремесленники Зная это, президент создал в Ташкенте комплекс Сузуку-Ата, где ремесло и вера неразрывны друг от друга Именно по такой же концепции построен и новый международный центр керамики Кажется, сама природа определила то, чем знаменит будет этот город на весь мир По некоторым источникам, Риштан переводится с древнесагдийского как Красная Земля Родина великих мастеров и великого ремесла, которое в последнее время приходилось сохранять Не было ни условий, ни государственной поддержки как таковой Да не было и места, куда можно будет не стыдно привезти своих гостей или иностранных коллег Теперь все это появилось и время думать уже не о сохранении, а о развитии своей великой культуры Небольшим брифингом для журналистов началось посещение президентом этого центра Такой формат общения с прессой глава государства использовал впервые Он вкратце разъяснил основные задачи от своего визита Мы получаем правду 저는 основные задачи от этого факта Мы получаем небольшие основные задачи И второе,rossие основные задачи, среди деятельности, особенно современные задачи Вы работаете на основном, для вас действительно интересного Почему вы эти церкви, дептаты? Потому что отношения, народные задачи, поэтому они Завершая общение, президент заверил журналистов своей поддержки и попросил не прекращать справедливо доносить достижения и недостатки. Все это время, пока шла беседа, знакомства с президентом ожидал мастер Алишер Назиров. Как выяснилось уже во время встречи, в представлении главе государства он не нуждается. Перед входом в мастерскую происходит небольшая заминка. Оба собеседника по традиции и в знак уважения пропускают друг друга первыми. Уста Алишер на права хозяина настаивает на своем. Несмотря на ограниченность времени, с интересом и вниманием президент изучает узоры на голубой глазурь и шкор. Уста Алишер рассказывает о значении разных орнаментов. И чтобы показать прочность керамики, устраивает краш-тест. Беседа продолжилась и в гончарной мастерской. Только от вопросов творчества она перешла в более практичную плоскость, в государственную поддержку. Главная проблема, беспокоившая мастеров вопрос карьера, решилась моментально. Уже за рабочим столом мастера президент поручил в Рештане дополнительно построить еще пять таких центров. Хунармандам предоставить оборотные средства и льготы, помочь в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах Узбекистана за рубежом. К слову, это единственный случай за целый день, когда президент беседовал сидя. Исключение чтения молитв. Посещение других объектов прошло в формате на ногах. А это уже мастерская погонений из Рештана, потомственного мастера-керамиста Шарафиддина Юсупова. Он ждет президента не один, а вместе с другими хунармандами. Главу государства встречают тепло и радушно. Обращаясь к своим коллегам, Устал Алишер называет этот день вторым днем рождения искусства рештанской керамики. Общаясь с мастерами, президент говорит уже не о сохранении, а о популяризации среди населения рештанской керамики. Необходимо восхищаться ею не на выставках и в музеях, а в собственных домах. По всем канонам ферганского гостеприимства Усташ Арафиддин не отпускает президента с пустыми руками. Знак признательности он подарил на память большой легенд с бирюзовой глазурью. Продолжение следует... Глава государства посетил и марзолей Ходжи Рушнуаи. Он был также отреставрирован во время строительства центра. Президент пообщался с аксакалами и совместно с ними прочел молитвы с просьбой ко Всевышнему о мире и спокойствии в стране. Завершил посещение центра президент изучением предлагаемых мер по трудоустройству молодежи и женщин области. Отдельно обсуждены вопросы сокращения бедности в разрезе каждой махали региона. Следующей точкой остановки в маршруте президента стали два предприятия, расположенные в одном месте. Ознакомление началось с производством обувной фабрики Вадейшус. Это первое предприятие в Узбекистане, где цикл производства обуви автоматизирован. Всего лишь за один год удалось создать 2400 рабочих мест. В четыре смены тут работают по 600 человек. В основном это местные жительницы. Проявляя уважение к главе государства, они встречают его стоя. Знакомясь с производством, президент старается приветствовать всех, кто выходит на его пути. Знакомясь с производством обуви автоматизированной фабрики Вадейшус. А это гордость фабрики. Роботизированная система от немецкой компании Десма. Стоит порядка трех миллионов евро, заменяет работу 30 человек и имеет систему распознавания размеров. Президенту докладывают, что такая модификация пока что единственная в СНГ. Мощности производства на сегодняшний день позволяют выпускать до 1 миллиона пар мужской и женской, спортивной и детской обуви. Изучая качество туфель, президент обратил внимание на другую интересную деталь – музыку. В производственном цехе во время работы всегда звучат национальные мелодии. Глава государства задумку похвалил и сразу же точно определил мелодию. Следом после обувной фабрики президенту представили мощности хлопкого текстильного кластера Бахадыр Лагон. Начали с автопарка. Продолжение следует... Продолжение следует... Само производство может выпускать в год порядка 10 тысяч тонн пряжи и ткани. Половина готовой продукции направляется на экспорт. В этом году его сумма составила 16 миллионов долларов. Президент поручил в дальнейшем искать перспективные рынки, но при этом углубить переработку сырья и расширить ассортимент продукции. Отдельная часть разговора была посвящена привлечению инвестиций в регион. Один из перспективных промышленных проектов – производство пластиковых труб высокого давления. Насколько миллионов долларов имя из лагонистов, отмечено какой-то крупной проблемой начать. Среди наших труб... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Текстура очень гладкая, при этом жира и влагоустойчивая Уникальный фабрика называется не случайно. Во-первых, это очень весомый шаг к сокращению импорта бумаги из-за рубежа и налаживанию полного цикла производства. Во-вторых, экологичность. Чтобы произвести одну тонну древесной массы, необходимо 18 полностью выросших деревьев. А в технологии производства каменных бумаг древесина не требуется. Таким образом, сохраняется окружающая среда. Запуск этого предприятия президент называет восстановлением исторических традиций, но уже на промышленном уровне. Глава государства также ознакомился с производимыми в Ферганской области промышленными товарами, замещающими импорт. По устоявшейся традиции, второй день визита президента в регионы начинается с встречи с активом области. В зале, кроме местных депутатов, оксакалов, молодежи и общественников, также члены правительства, министры, руководители правоохранительных структур. Совещание начинается ровно в 10-10 утра. Первым вопросом повестки глава государства определяет назначение нового Хакима области. На эту должность он предлагает Хайрулу Бозорова. После утверждения Хакима президент отдельно останавливается и на развитии региона. Ставка делается на 949 инвестиционных проектов. Три из них стоимостью 537 миллионов долларов на базе АО «Ферга» на азот. 14 на 154 миллиона в текстильном секторе. Большие денежные вливания направят и на освоение 33 тысяч гектаров земель. Это порядка 350 миллиардов сумм. 312 миллиардов на ремонт 503 километров дорожного покрытия. Суммы колоссальные, поэтому требуют и колоссальной ответственности от руководителей на местах. Прекрасно зная потенциал и методы работы каждого из них, президент анонсирует серию кадровых изменений. Уже через день в СМИ появилась информация о том, что свои посты освободили Хакима узбекистанского, Кувинского и Язеванского районов. По области есть 123 махали, где наблюдается социальная напряженность. 5 из них в «Фергане». Мало кто из руководства области обратил внимание на слова президента о том, что он собирается задержаться в городе. Многие из них подумали, что речь идет о распланированной программе пребывания. Завершая свое выступление, президент быстро спустился с трибуны и направился поприветствовать Аксакалов. По завершению встречи, кортеж президента, как и было запланировано, направился к 16-этажным новостройкам. Почти доехал до пункта, но не выходя из машины, президент сменил маршрут. Где находится Махаля Шодиона, Хаким области и руководители других структур теперь запомнят надолго. Президент выбрал ее из пяти самых сложных в городе. Не ожидавшие такого поворота событий, растерянные городские власти приглашают его в новенький моноцентр, построенный поблизости. Президент такое предложение довольно сурово отклоняет и направляется в Махалю пешком. Правильность пункта назначения глава государства, не доверяя чиновникам, узнает у местных жителей. Встретить такого гостя сегодня тут точно никто не ожидал. Ни местная администрация, ни сами жители. Президент, внимательно осматривая состояние двора Махали, напрямую идет к подъезду дома, где уже собрались его жильцы. Охрана президента в спешке всем раздает медицинские маски. Встретили в Махалю. Продолжение следует... Обещание поздравить молодоженов президент выполнил. На следующий день от имени главы государства свадебные подарки им вручил Хаким области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На общение с жителями дома Шавкат Мерзиоев не останавливается. Он хочет своими глазами увидеть, в каком состоянии находится помещение схода граждан. По пути к нему президент, делая короткие остановки, беседует с ферганцами. Продолжение следует... 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 Удручающее состояние представляет собой и сам Махаринский комитет. Неубранный двор, кабинеты с пошарпанной мебелью, разбитый умывальник с протекшим краном. Сетуя на безинициативность самих руководителей Махали, глава государства жестко отчитывает Хакима города. Махалинский комитет. Махалинский комитет. Отдельную взбучку получает и руководитель комитета автомобильных дорог. Махалинский комитет. Знакомясь со следующими объектами, первым в Фергане 16-этажным домом и технологией малозатратного строительства внутренних дорог, президент дает поручение, сделав выводы из увиденного в Махале Шадьона. Дома строить с учетом инфраструктуры, детских площадок, парковок, школ и садов. А внутренние дороги быстро, технологично и качественно. В Махале Ильхор Ферганского района президенту представили пять таких вариантов покрытия. Из смеси песка, гравия, известняка, щебня и цемента. Глава государства поддержал разработки, поручил доработать их, выбрав самый оптимальный вариант с учетом точного расчета запасов сырья и требуемого оборудования. На этом рабочая поездка главы государства в Ферганскую область завершилась. По скрипту. По итогам незапланированного визита президента в Махальду Шадьона уволены Хаким, прокурор и начальники ОВД и налоговой инспекции города Ферганы. Таким было завершение рабочей недели президента. Ну а начало состояло из не менее важных мероприятий. В понедельник в администрации президента прошла презентация 136 инвестиционных проектов в 10 крупных коммерческих банков на общую сумму полтора миллиарда долларов. Здесь же президент анонсировал новый формат работы банков в разрезе Махалей. Для развития территории будут созданы управляющие офисы, состоящие из квалифицированных сотрудников экономического комплекса. Важным мероприятием геополитического значения стала встреча президента с делегациями Афганистана и Пакистана. После долгих раундов переговоров и экономических обоснований, три страны договорились о начале проектирования строительства железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пишавар. Инициатива ее создания принадлежит президенту Узбекистана. Сегодняшняя встреча – результат прагматичной внешней политики, которой придерживается Узбекистан. Приступить к практической реализации проекта железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пишавар удалось всего лишь за 4 года, что является довольно коротким сроком для инициатив такого масштаба. Еще до встречи президентом в ходе трехсторонних переговоров стороны договорились о том, что будет создана прочная организационная платформа, то есть координационный комитет, который будет отвечать за вопросы финансирования, строительства, эксплуатации и проектирования будущей железной дороги. Проведение подряд двух международных переговоров вне крупных форумов – практика редкая, но используемая. Поэтому механизм проведения мероприятия работает как часы. Делегацию Афганистана, прибывший первый, представляет глава МИД Мухаммад Ханифатмар и руководитель администрации Ашрафа Гани Мухаммед Шакир Коргар. Приветствуя президента, Ханифатмар поблагодарил его за поддержку развития Афганистана и назвал ущелье, принимаемое Узбекистаном, примером для всего региона. За столом переговоров члены афганской делегации искренне поблагодарили лидера Узбекистана за оказанный радушный прием, а также передали теплые приветствия и наилучшие пожелания президента Афганистана Ашрафа Гани. Инициатива строительства трансафганской железной дороги названа экономическим способом достижения мира в Афганистане. Поэтому стороны подчеркнули важность скорейшей подготовки и реализации данного проекта, активного привлечения зарубежных партнеров и потенциальных инвесторов на основе принятой дорожной карты. Поставлены и новые задачи в развитии двустороннего сотрудничества. Цель – в ближайшие годы достигнуть уровня товарооборота не менее 2 миллиардов долларов. Совместно страны намерены активизировать работу в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и логистике. Намечено реализовать крупные программы в области здравоохранения, образования и культуры. Исламскую республику Пакистан на встрече с президентом представлял советник-премьер-министра Абдул-Разак Давуд. Внимание присутствующих привлекает конверт больших размеров, который он держит в руках. Возникают предположения, что его содержимое адресовано президенту, но вот что там? Во время приветствия с главой государства, то ли от волнения, то ли из-за того, что считает момент неподходящим, Абдул-Разак Давуд идет на переговоры, оставив конверт при себе. Ну а вот, когда стороны заняли свои места за столом переговоров, он все-таки решает вручить его президенту. Что это было за послание, чуть позже объявила пресс-служба главы государства. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем личном письме выражает глубокую приверженность в задействовании всего потенциала двусторонних отношений. Замедлению сотрудничества между странами не смогла повлиять даже пандемия. Во время переговоров говорилось, что объемы товарооборота растут. Увеличивается и число совместных проектов кооперации ведущих компаний. Советник Имран Хана подчеркнул, что в Пакистане высоко оценивают и поддерживают инициативу о продвижении проекта строительства железной дороги через территорию Афганистана, который наиболее коротким маршрутом соединит Центральную и Южную Азию. Позволит выйти и эффективно задействовать инфраструктуру пакистанских морских портов. По итогам встречи согласованный график предстоящих встреч, контактов на высшем и высоком уровнях. Рабочий график президента на двусторонних переговорах не завершился. Намечена встреча с руководителями политических партий страны. Среди них как тяжеловесы, так и новички. Для Назруло Абламуродов, буквально за день до этого избранный новым председателем Экопартии, встречается с президентом в новой роли впервые. Начиная беседу, глава государства говорит с парламентариями о повышении роли и места партии, основных задачах, стоящих перед ними сегодня. Отдельный акцент делает на повышение авторитета депутатов местных кингяши. Разговор заходит и о развитии социальных сфер, особенно образования и здравоохранения. Из-за большого количества предложений, инициатив и дискуссий, вместо определенного регламентом одного часа, встреча длится порядка пяти часов. Президент, понимая желание каждого из руководителей партии озвучить свои идеи, не прекращает беседу. На часах без 15 и 12, а это значит, что встреча президента с представителями политических партий продлилась больше пяти часов. За это время президент не только выслушал их предложения и инициативы, но также высказал свое мнение по улучшению их работы. Таков был особый ракурс на рабочий график президента на уходящей неделе. Какой будет политическая повестка недели будущей, как всегда расскажем в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok